Петрозаводск вновь остался без подрядчика-уборщика. На аукцион объявленной администрации в июле так никто заявок и не подал. А 31 июля арбитражный суд Карелии и вовсе запретил мэрии заключать новые контракты на содержание и уборку дорог в связи с иском предприятия «Мост», с которым в июне администрация города в одностороннем порядке разорвала контракт. «Мост» отвечал за уборку и ямочный ремонт городских дорог и мостов. Последние две недели уборкой дорог Карельской столицы уже не занимается никто. Мы спросили петрозаводчан, заметили ли они, что город не убирают. Дождь смывает все, слава богу. В добрые старые времена были поливальные машины, которые всю пыль и грязь смывали. Сейчас ни машин, ни... Ну, я, как помню, года два назад закупили за бешеные деньги, за 12 миллионов, по-моему, шесть японских спецмашин. Ну, я практически один раз видел зимой, больше я их не вижу. Спецмашины, не помню, там, Тойота или что-то такое, со спецтехникой для уборки улиц. Хорошо убирают или нет? Не везде. Вот, значит, напротив организации. Не всегда чисто, грязно. А там, где вы живете? Там, там чисто. Там надборники хорошо убирают. Дороги плохие. Ямы кругом. За город выедешь, там, как яйцо кати, дорожка. Чисто, и зелень кругом все чисто. А у нас плохие дороги. Бедные водители ломаются, машины у них. А дороги не собираются делать, как мэр говорит. Зачем это делать? Как-то, мне кажется, все хорошо убирают дороги. Так. Бывает, что местами где-то видно, что не убрано. То есть не очень приятно идти, наблюдать все это. Ну, вот я на Дреблянке живу, около детской площадки там частенько как-то бывает такое. У меня вообще никаких претензий. То есть все замечательно. По-моему, да, я много сейчас хожу пешком, без автомобиля. То есть классно, отлично. Ну, если что, считаю, допустим, центр, да, вот такие районы, то да. А вот, допустим, такие как пятый поселок, отдаленные более районы, там на самом деле очень грязно и дворников практически нет.